Люди давно научились прогнозировать капризы природы и тем не менее они застают нас врасплох. В этом году жители планеты страдали от землетрясений, наводнений, извержений вулканов и засухи. Падали самолеты, тонули корабли и бушевали ураганы. Подводя итоги уходящего года, давайте вспомним о наиболее крупных катастрофах. Стихия Земля в этом году унесла больше всего жизней, около 9 тысяч. В апреле Непал сотрясло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,8. Погибли свыше 8,5 тысяч человек. Сотни тысяч людей остались без крыши над головой. От местных храмов, монастырей и древних памятников архитектуры остались одни руины. Спустя полгода земля содрогнулась еще раз. На этот раз на северо-востоке Афганистана. Толчки были настолько мощными, что ощущались в Пакистане, Индии, Таджикистане и даже в Узбекистане и Казахстане. Погибли свыше 250 человек. Когда произошло землетрясение, я был на утренней молитве. Крыши и стены дома рухнули. Двое детей из моей семьи ранены. Вода. Она убила тысячи людей. Это и жертвы наводнений, и трагедий в море. В 2015-й, безусловно, запомнился гибелью штурмующих Европы беженцев. В уходящем году в Средиземном море произошел ряд кораблекрушений. Однако самый смертоносный произошел в апреле. Тогда у небольшого острова Лампедуза погибли сразу 800 мигрантов. Мы все скорбим по жертвам этой ужасной трагедии. Погибшие мужчины, женщины и дети – все они просто искали лучшей жизни. Мы должны действовать вместе, всей Европой, чтобы такой трагедии в море больше не случилось. Воздух, стихия свободы, как показывает история, убивает не менее жестоко. В этом году Хадж омрачился сразу двумя трагедиями. 11 сентября из-за сильного порыва ветра на внутренний двор крупнейшей в мире мечети в Саудовской Аравии рухнул башенный кран. Погибли 107 человек. Не прошло и двух недель, как в долине Мина произошла давка. Ее жертвами стали свыше 700 паломников. Причина давки – паломники, которые не соблюдали правила совершения Хаджа. Именно они спровоцировали эту давку. Мы с мужем возвращались в наш лагерь. Возникла давка. Люди стали толкать друг друга, падать на землю. Я едва не погибла. В июне на реке Янцы сильный шторм перевернул судно с туристами. Погибли 442 человека. Как ни странно, но огонь, который, казалось бы, самый опасный из четырех стихий, унес в этом году наименьшее число жертв. Тем не менее, именно трагедии, связанные с пламенем, оказались самыми обсуждаемыми. В августе в китайском портовом городе Тяньцин на складе горючих веществ прогремела серия взрывов. Она и последовавший за ней пожар оказались настолько мощными, что были видны даже из космоса. Погибли более 170 человек, в том числе и десятки пожарных. Почти 100 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Причины взрывов до сих пор не ясны. Еще одна трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс, пожар в ночном клубе в Бухаресте. Тогда в давке и от удушья погибли 53 человека. Всем им было не больше 25 лет. Трагедия вывела на улицы страны десятки тысяч человек. Они требовали наказать городских чиновников. На фоне протестных настроений премьер-министр Румынии Виктор Понта ушел в отставку. Но все же чаще причиной страшных трагедий является сам человек. Как, например, в случае с разбившимся в марте во французских Альпах самолетом German Wings. Тогда за штурвалом судна оказался психически неадекватный пилот. Вскоре после вылета он закрылся в кабине и сознательно направил самолет в гору. На борту находилось 150 человек, в том числе трое казахстанцев. Никто не выжил. Еще одна трагедия, связанная с самолетами, произошла 30 июня в индонезийском городе Медан. На один из местных отелей упал военно-пассажирский самолет. Погиб 141 человек. Таковы самые запоминающиеся трагические события уходящего года и их последствия колоссальны. Согласно исследованиям экспертов, количество природных катастроф на Земле неуклонно растет. За последние полвека частота масштабных бедствий увеличилась в пять раз.